По предварительной записи и в порядке живой очереди, множество людей пришли сегодня, чтобы принять участие во Всероссийском Дне юридической помощи. Задать интересующие вопросы по гражданскому, семейному, трудовому, земельному, хозяйственному, жилищному праву и другим, можно было абсолютно бесплатно практикующим юристам и адвокатам. Конечно, совсем серьезные, обширные, глубокие вопросы невозможно разрешить вам в рамках просто консультации, это, конечно, большая глубокая работа, но хотя бы показать путь, куда человеку двигаться с его проблемой, ну, это мы можем. В целом по Владивостоку работало 10 таких точек юридической помощи на базе общественных приемных, многофункционального центра «Мои документы», а также центров бесплатной юридической помощи. Кроме того, полезный опыт приобрели и присоединившиеся студенты юридических школ при вузах города. Это у нас идет практика, на самом деле это очень интересно, потому что у нас у студентов есть такая замечательная возможность набраться реальной практики, пообщаться с реальными живыми людьми, у которых есть проблемы, и мы можем чем-то им помочь. В течение двух предыдущих лет адвокатами Приморского края была оказана бесплатная юридическая помощь почти 2,5 тысячам граждан. Кстати, уже в ближайшем будущем перечень категорий граждан и случаев, в которых может быть оказана помощь, планируют расширить. Сейчас чиновники на федеральном уровне проводят мониторинг, благодаря которому будут изучены основные потребности населения в вопросах, которые невозможно решить без привлечения юристов. Граждане обращаются постоянно за юридической консультацией, то есть в этом есть необходимость. Более того, у нас постоянно очереди. Акция у нас проходит именно как единый день оказания бесплатной юридической помощи по всей России каждый квартал. Помимо этого, в нашем офисе осуществляются бесплатные юридические консультации два раза в неделю – среда и суббота. Сегодня действующим законодательством определены категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи не только в пределах единого дня. К ним относятся люди, чей средний доход на одного члена семьи ниже официального прожиточного минимума, также ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды первой и второй групп и другие. Александра Нитая, Кирилл Корнилов. Новости на Восьмом.